Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В пятницу произошло очень важное событие. Было заседание ОПЕК. Среда, четверг, ну и пятница. И в пятницу все ждали решения России. На заседании ОПЕК решался вопрос о том, как поддержать цены на нефть, которая падает. И решили, что надо сократить добычу нефти странами ОПЕК и ОПЕК+, для того, чтобы поддержать цены на нефть. И все ждали Россию. Это было плановое заседание. Предыдущее соглашение ОПЕК предусматривало сокращение нефти на, по-моему, 700 баррелей в день. И оно прекращает действие в конце марта. Поэтому планово было решено собраться в марте. И Россия приехала. И после долгих переговоров, в общем-то, Россия сказала, что мы отвергаем это соглашение. Мы не собираемся ничего сокращать. Что произошло на самом деле? Значимость этого события, на мой взгляд, огромна. Что произошло? И почему? Сейчас давайте я выскажу свои мнения, а вы потом скажете, согласны вы или нет. И в конце я расскажу, что, на мой взгляд, нужно делать, что это повлечет за собой. Итак, ну, прежде всего, в ближайшей перспективе. Что это влечет за собой сразу? Ну, очевидно совершенно, что Новак действовал с одобрением Путина. И именно Путин, в общем-то, согласован с Путиным, что Россия не будет сокращать поставки. К чему это приведет немедленно? Должно привести. Это должно привести немедленно к тому, что цены на нефть должны упасть. Они упали. К чему это должно привести дальше в России? Но в России большая часть экспорта – это нефть. И неминуемо это должно привести к падению курса рубля. Рубль упал. Доллар очень быстро выскочил с 62-63 рублей за доллар до уже 68 с лишним рублей за доллар. То есть на 10% рубль грохнулся вниз. К чему это приведет? А доллар вырос вверх. К чему это приведет дальше? А дальше это приведет к тому, что все импортные товары неминуемо должны подорожать. Не так ли? Потому что мы за них должны заплатить больше рублей. Мы-то платим рублями. Поэтому все импортное должно подорожать. А что у нас импортное? А все. Поэтому что мы, это простые граждане, увидим? Увидим рост цен на все импортные товары. Как это отразится на нашей с вами зарплате? Никак. То есть россияне станут жить еще хуже. Они и так, в общем-то, жизненный уровень не улучшается. Уже 10 лет и они станут жить еще хуже. Что произойдет дальше? Дальше произойдет неминуемо, абсолютно, совершенно очевидно. Рейтинг Путина должен упасть. Вот что должно произойти дальше. Соответственно, Путин действует вроде как не в своих интересах и не в интересах граждан своей страны. Вот первые выводы, которые очевидны. И давайте попробуем объяснить действия Путина. Вот я просто два дня думал, что же, почему он так сделал? Ну, первая мысль, конечно, которая приходит в голову, это то, что Путин сошел с ума. Вот, ну, очевидно, да, потому что он действует во вред не только России, но и даже во вред себе. И совершенно очевидно, что с ума сошел человек. Но я считаю, что это крайне неправильный подход. Я никогда не голосовал за Путина и не собираюсь, потому что если я голосую за Путина, то я считаю, что я голосую за то окружение, которое окружает Путина, а мне они совершенно не нравятся. Более того, я считаю, что они тормозят развитие России. Поэтому я никогда не голосовал и не поддерживал Путина. Но вот в чем, в чем, в чем. Значит, а в слабоумии его обвинить, по-моему, вряд ли приходится. Поэтому, наверное, надо искать причины вот этого решения в других областях. Вот. И в чем же логика его действий? Давайте попытаемся понять. И в конце я попытаюсь рассказать о том, что я собираюсь делать в свете этого. А вы напишите, пожалуйста, согласны вы со мной или нет. В комментариях обязательно сейчас просто поставьте лайк. Или дизлайк, если вам не понравится. Итак, смотрите. Давайте вернемся немножечко в историю. И посмотрим, что происходило последнее. Ну, так сказать, давайте уж совсем глубоко в историю. Там во времена социализма еще. Вот посмотрите. Сейчас мы видим график нефти со времен еще 1970 года. И видно, что в 1970 году нефть стоила меньше, чем там в районе 10 долларов, 8 долларов за баррель. И потом она начала расти. Это было при Брежневе еще. Она выросла до 100 с лишним долларов при Брежневе. Видите, да? Вот Брежнев, эпоха Брежнева. И потом начала резко падать. И к чему это привело? Ну, в результате это привело... Значит, смотрите. Брежнев умер, потом пришел Андропов, нефть продолжается падать. Пришел Черненко, нефть продолжает падать. И нефть еще продолжала падать при Горбачеве. В общем-то, вот эти события, вот эти цены на нефть, во многом и вызвали развал и падение Советского Союза. Давайте вспомним, что в те времена была Холодная война. И в Холодной войне просто американцы победили за счет чего? За счет того, что цены на нефть упали, и Советский Союз рухнул сам. Не надо было никого завоевывать, мы сами справились. Во времена Ельцина нефть еще, так сказать, продолжала падать. И только Ельцин, вот в конце срока Ельцина, нефть только-только начинала расти. И Ельцин объявил, что уходит в отставку, и приходит Путин. И в это время как раз нефть начинает бешено расти. И именно этим объясняется и успех Путина. И, в общем-то, его популярность и так далее. Просто совпало так, что цикл закончился, падение цен на нефть. И цены выросли снова до тех же самых бешеных высот. При Медведеве цены немножечко опустились. Вот здесь вот дальше видно Обама с Relations Reset. Это перезагрузка действует. Обама начал с России как-то договариваться улучшать отношения при Медведеве. Цены снова выросли. Ну, а потом вот здесь вот путинская, мюнхенская речь. И, собственно говоря, вот an action of Crimea and war in Ukraine. Вот. Но смотрите, что произошло еще 40 лет назад. Лет 40 назад, 30 там не знаю сколько, когда вот нефть начала расти, американцы вдруг ни с того ни с сего сказали, что... Нефть в Америке немерено просто. Вот, на самом деле. Но американцы сказали, что нефть это стратегический запас. Он невосполняемый. И поэтому американцы взяли и ввели у себя запрет на разработку новых месторождений нефтяных и запрет на экспорт американской нефти. Они объявили, что нефть является стратегическим запасом США. И они сказали, что они сохранят вот этот стратегический запас для будущих поколений. Это было вот, ну, 30 с лишним лет назад. Вот. Для будущих поколений. И когда-нибудь они разморозят это дело. Так вот это когда-нибудь случилось лет 5 назад или 6. Я точно не могу сказать, но они сняли запрет. То есть американцы сняли этот запрет. Уже можно разрабатывать новые месторождения Америки и уже можно на экспорт посылать. Какие новые месторождения в Америке? Ну, старые они были истощены. Соответственно, новые это сланцевая нефть. И они стали разрабатывать сланцевую нефть. И это стало немножечко так это самое. Стали задумываться, а как же так? Это же может привести, это вот здесь вот произошло, это же может привести к падению цен на нефть, потому что появляется как бы сланцевая нефть. Но наши говорят, что, а, это все фигня, потому что сланцевая нефть очень дорогая по себестоимости. И поэтому, в общем-то сказать, ну, как бы ничего страшного. И вообще сланцевая нефть, там месторождение маленькие, ничем это не угрожает. Но американцы начинают наращивать добычу нефти. И нефть начинает падать в цене. Наши говорят, ну, хорошо, она не может опуститься ниже 80. Никак, потому что все, ниже 80 уже начнут американские компании разоряться. 80 долларов за баррель проходит, американские компании почему-то не разоряются, и Америка продолжает наращивать добычу нефти. И очень быстро эта добыча американских компаний начинает расти. И если раньше, в те годы, была на первом месте по добыче нефти Саудовская Аравия, на втором была Россия вместе, ну, Россия еще, ну, отставала от Саудовской Аравии какое-то время. Потом, для того, чтобы сдержать цены на нефть, Саудовская Аравия так потихонечку притормаживала. И Россия вышла на первое место по добыче нефти. А американцы постепенно поднимались там с какого-то своего 20-го, там очень достаточно быстро поднимались, поднимались. И в результате на текущий момент на первом месте по добыче нефти стоит Америка. На втором месте, там второе, третье места, периодически меняются между Россией и Саудовской Аравией. Ну, в общем сказать, там практически Америка чуть-чуть уже выше, то есть на первом месте по добыче нефти. Что такое ОПЕК? ОПЕК – это картель нефтедобывающих стран, который был создан тоже давно, лет 30 назад. И в этом картеле самую основную роль, конечно, всегда играла Саудовская Аравия. Там входили разные страны, нефтедобывающие. Россия никогда туда не входила. И вот в последнее время Россия стала, мы видим уже последний год или два, ОПЕК плюс. То есть Россия начинает вести активные, так сказать, переговоры с ОПЕКом и начинает координировать свои действия с ОПЕК. А вот Америка в ОПЕК не входила никогда, и они говорят, а мы даже не можем войти в ОПЕК, потому что мы не можем управлять этим делом, потому что у нас, говорят американцы, нефть добывают очень много мелких компаний, у нас демократия, у нас полностью независима, мы не можем им ничего сказать, мы не можем ими управлять, в отличие от Саудовской Аравии, в которой вся нефть принадлежит Сауди Арамка, а Сауди Арамка это просто королевская компания. То есть вся нефть Саудовской Аравии принадлежит королю. В России, например, тоже есть вроде как независимые компании, но все говорят, ну, так сказать, там Путин скажет им договориться и все. Хотя они вроде формально независимы. Американцы говорят, ну, наши компании независимые, поэтому мы ничего не можем сделать, Поэтому вы там уж давайте сокращайте, а мы не будем. Вот, и, конечно же, вот сейчас наступает такой момент интересный, переломный. Да, еще один момент. Кризисы. Есть такая теория, что кризисы в мировой экономике присущи, что они циклические, что каждые 10-11 лет должен начаться новый кризис. Так, 2008 год был кризис. 2018 год наступает, а кризиса нет. А к власти приходит Трамп. И Трамп говорит, да все это фигня на самом деле, ребята, эти кризисы, потому что, ребята, верьте мне, я Трамп, я сделаю Америку великой. И акции, так сказать, я отменяю все кризисы, я повелитель всех кризисов, ничего не будет, верьте мне, и я всех победю. И действительно, Трамп снижает налоги, и все начинает расти. Кризиса не предвидится циклического. 10 лет прошло, кризиса нет. Проходит год, 11-й, кризиса нет. И вот уже 12-й год на исходе. Трамп говорит, видите, я повелитель всех, значит, все растет, и выбирайте меня, потому что все растет, индекс S&P растет, благодаря только мне, потому что это я всех, значит, повелитель всех. И Трамп говорит, что мы вернем Америке величие. Америка станет великой. Что значит вернем? Что значит мы вернем Америке величие? Что пошатнуло американское величие? Американское величие пошатнул Китай. Потому что действующая идеология на Западе говорит, что демократия, вот ключ к успеху. Посмотрите, все страны, у которых демократические правители, демократическое правление, все страны добиваются колоссальных успехов. И это действительно так, только посмотрите, где уровень жизни выше. Ну, конечно, в Европе, конечно, в Америке. Конечно, в Америке и Европе люди, значит, хорошо живут, лучше всех в мире, и поэтому вот демократия безальтернативна, а те, кто не согласен с этим, тех, в общем, сказать, это самое, к ногтю. Вот, и вот эта идеология всегда действовала, и, ну, совершенно очевидно. Посмотрите, в Америке демократия, а американцы процветают. В Европе демократия, Европа процветает. Вот, а где нет демократии, там никто ничего не процветает. Но есть такие страны, например, там, Саудовская Аравия или арабские страны, где нефть течет рекой, а население маленькое, и там тоже все хорошо. Но они говорят, ну, так это ж нефть, это ж понятно все. Вот, есть еще некоторые страны, которые вроде бы мешают как-то вот, как бревно в глазу вот этой идеологии. Какие это страны? Ну, скажем, Сингапур, в котором демократии, в общем-то, нет. И Сингапур показал величайшее чудо развития, скачок. А демократии там, то есть, как бы, речи нет. Но они говорят, ну, смотри, что такое Сингапур, где он? Он не виден. Поэтому Сингапур не может пошатнуть вот эти вот устои. И последние 20 лет появляется Китай. Это огромная страна, которой демократией и не пахнет вообще никак. Но Китай объявляет новую политику и объявляет свободные экономические зоны. В Китае весь народ живет в нищете, в полной. Я там был лет 15 назад. Такой нищеты, как в Китае, я не видел нигде пока еще. Вот, ну, в Индии я еще не был. Наверное, там еще хуже. Они поговаривают. Но, в общем, так сказать, в Китае народ... И когда я разговаривал с китайцами, они говорят, ну, я говорю, какая у вас зарплата? Они говорят, а это смотря где. То есть, там уже пошли преобразования. Говорят, смотря где. В деревнях люди получают там, ну, 25 долларов, если переводить, 25 долларов в месяц. А вот в свободных экономических зонах уже там 200. И поэтому китайцы просто вот в свободные экономические зоны лезут. А что такое свободные экономические зоны? Это такие вот огороженные территории, в которой не действуют законы Китая. То есть, там на 50 лет отменены все налоги. И, пожалуйста, китайцы могут работать там. Западные компании могут платить китайцам столько, сколько захотят, соответственно, и не платить налоги при этом. Конечно же, западные компании тут же забывают про всю идеологию и начинают переносить производство в Китай, потому что китайцам не надо платить зарплату. Они готовы работать по 16 часов, это правда, за какие-то жалкие деньги. И, в общем сказать, Китай показывает бешеные результаты. В это время китайцы начинают копировать западные технологии, начинают пытаться копировать западные методы управления производством и начинают строить свое производство. И сначала китайские товары отвратительного качества, полные копия вроде как западные, но качество отвратительное, потом они начинают наращивать, наращивать, наращивать качество. И в результате они с этим справляются. И в результате за 20 лет всего, если 20 лет назад китайская экономика по объему соответствовала примерно российской экономике, то сейчас китайская экономика становится второй экономикой в мире после США. Ну, а Россия как была, так и осталась. Там даже сокращается доля России. Россия сейчас примерно 2% от мировой доли. Вот представьте, Китай за 20 лет с 2% вырос в мировой доле до второго места, где-то в районе 20 с лишним процентов. У Америки, по-моему, 24. Вот, то есть Китай начинает угрожать Америке. И вот это вот начинает рушить немножечко западную идеологию. И запад всех, в общем-то сказать, смотрите, западная идеология о чем говорит? Это уважение прав меньшинства, уважение чужого мнения. Всегда. То есть, как бы равноправие для всех. Вот что такое западная идеология. Я целиком и полностью подписываюсь под всеми этими словами. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, как ведут себя вот эти вот самые демократические страны на международном уровне. Они говорят, слушайте, вот вы видите, что, значит, там демократия это самое лучшее. Поэтому засуньте свое мнение себе глубоко в задницу и делайте так, как мы говорим. То есть, в международном плане ведущие западные страны, которые несут всем идеологию демократии и прочее-прочее, в международном плане им плевать абсолютно на мнение других стран, им плевать абсолютно на народы других стран. И они действуют в международном плане как бандиты и как, в общем-то, с позиции силы. Всегда. Да, посмотрите. Ну, в частности, я могу привести пример, ну, скажем, Ливия, Югославия, Иран сейчас, которые начинают вроде как-то, так сказать, пытаться, по крайней мере, увеличить свое влияние в арабском мире. Говорят, что это такое вообще? Кто такой? Вообще, заткнись и все. Вот, Россия, то же самое, когда после речи в Мюнхене Путина Россия сказала, что, ну, Запад немножечко как-то нас обманывает и не выполняет свои обещания, то, в общем-то, Россия будет отставить свои права. Давайте вспомним, что, в общем-то, сразу пошла волна против России, ну, а потом после Крыма, естественно, санкции и так далее, и так далее. Хотя, то же самое поведение Америки, скажем, в Югославии, или в Ливии, в какой-нибудь, или в Ираке, в общем-то, никаких не вызывает отторжения в западном мире. Поэтому, вот, сейчас идет как раз, я считаю, что именно эта борьба, и источником следующего кризиса как раз будет борьба за влияние. О чем была мюнхенская речь Путина? О том, что мир не однополярный, потому что однополярный мир, это вся власть принадлежит в мире Америки, и Америка управляет всем, и Америка всем говорит, как надо жить. Так вот, мюнхенская речь Путина о том, что мир перестал быть однополярным, он стал многополярным. И, ну, Путин, естественно, хочет возвысить свою роль, роль России, понятно, поэтому он говорит о многополярном мире, понятно, что два источника силы возникают уже, это Америка и Китай, и понятно, что вот сейчас между ними возникают противоречия, и сейчас все пытаются решить эти противоречия силой. Силой. И, может быть, вот этот вот весь коронавирус, он в связи с этим. Поэтому вот все и происходит. Смотрите, но давайте вспомним, как происходила ситуация с коронавирусом. В конце декабря в Китае заболевает несколько человек вирусом вот этим, вот какой-то китаец, ученый говорит, что это новый вид вируса. Ну, китайские власти говорят, что фигня, заткнись, и пытаются это скрыть. Кстати, этот ученый тоже умер, тоже от коронавируса. Вот. И в середине января вдруг начинается, в общем сказать, ну, скрыть уже невозможно, что вирус начинает действовать, и так далее, и так далее, и начинается бешеная, ну, я бы сказал, истерика в СМИ о том, что этот вирус угрожает всему человечеству. Но вот люди говорят, что, в принципе, вроде как ничего особенного, что у нас был и свиновий вирус, и птичий гриб. Этот коронавирус примерно то же самое по своей значимости и по своей опасности. Но мне кажется, что несколько преувеличенно вот все новости трубят именно об этом. Ну, если вспомнить еще, кому принадлежат все новостные агентства основные, там они принадлежат также, ну, это западные в основном агентства. И у них у всех, значит, коронавирус, коронавирус. Коронавирус начался в Китае, поэтому не исключено, что это просто как орудие для того, чтобы ослабить роль Китая. Но, что произошло дальше? Давайте уже ближе к теме, что же нам делать. В начале января, там, в середине где-то января, начинает падать нефть. И если вы помните, я тогда сказал, что, говорю, слушайте, ребят, ну, мне непонятно, какая связь между нефтью и вирусом, но, тем не менее, нефть падает. Мне говорят, ты что, нефть, это же, вот, вирус напрямую влияет на котировки нефти. Я никак не мог понять, как же он влияет. Но говорят, ну, как, вирус, это остановка всего и вся. Ну, почему? То есть мы постоянно болеем гриппом каждый год, и ничего страшного, никакой остановки не происходит. Но почему-то нефть начинает падать, реально падать начинает. И, ну, все говорят, что это связано с коронавирусом. Ну, ну, ладно, с коронавирусом, так сказать, с коронавирусом. Я, в общем-то сказать, считал, что нефть должна остановиться вот где-то здесь, на уровне 55-54 доллара за баррель. Ну, просто это, ну, корректировка очередная нефтяных цен. Но истерика с вирусом продолжается, и начинается, следующее, начинают реально перекрываться границы, начинают отменяться все рейсы. Китай отменяет, продлевает каникулы, и производство останавливается. А что это такое? Это значит, что компании начинают нести убытки. Давайте теперь переходим к индексу. Смотрите, в начале, ну, где-то в январе, ближе к середине января, падают цены на нефть. Что происходит с индексами? Ну, основной индекс у нас это S&P 500. Посмотрите, а вот индекс S&P 500 продолжает расти. То есть, смотрите, нефть падает, а S&P 500 растет. Может такое долго быть? Не может. И он рос все это время, акции и так уже перегреты, а тут еще начинает останавливаться производство. А тут еще начинает замедляться рост производства в Америке, рост производства в Европе практически остановлен. В Китае замедление роста происходит, и корпорации уже не получают, рост прибыли не происходит. Сейчас идут отчеты, все говорят, что, слушайте, ну, в общем, адекватный вот этому росту акций, рост прибыли не происходит. Нужна корректировка. И индекс S&P 500, акции начинают падать. Это происходит, как всегда, резко, достаточно резко. То есть, когда он упал до 3200, это еще, ну, можно назвать какой-то вот легкой корректировкой. Ну, в общем-то сказать, вот это все, вот этот вот весь рост, он, в общем-то сказать, который начался с октября месяца, он уже, в общем-то, я с октября ожидал, что будет вот какое-то постепенное движение в боковой области. Но продолжается рост, и он уже, в общем-то сказать, ну, его трудно чем-то объяснить фундаментальными какими-то причинами. Ну, разве что с предстоящими выборами Трампа и накачиванием-накачиванием. Ну, Трамп говорит, что вот мы заключаем фазу с Китаем переговоры и так далее, значит, и все, американские компании будут расти, мы ввели пошлины, значит, там, и так далее. Ну, действительно, это какой-то, так сказать, может быть, долой эффект, но, в общем-то, не такой большой. И в результате индекс S&P 500 рушится. И вот все сейчас, смотрите, вот здесь, здесь самый важный момент сейчас находится, это точка такая, бифуркации, то есть, куда мы пойдем. То есть, вот корректировка случилась, и постепенно все успокоится, либо все пойдет катиться вниз дальше. И здесь, для того, чтобы все не скатилось вниз дальше, чтобы успокоить эту панику, нужны скоординированные действия всех государств. Ну, прежде всего, центробанков. И центробанки начинают действовать. Каким образом? Господствующая экономическая политика говорит, что для того, чтобы поднять экономический рост, надо, во-первых, опускать ставки, рефинансирование и давать деньги в экономику. И вот сейчас, что происходит. Америка во вторник, вот на прошедшей неделе, для того, чтобы остановить падение индекса S&P 500, во вторник, внеочередное заседание ФРС, очередное было где-то там ближе к концу марта, насколько я помню, внеочередное заседание ФРС внезапно собирается и внезапно сразу на два шага на 0,5% опускает Америка процентную ставку. Это еще до опека. И точно так же действуют центробанки других стран. Япония вливает бешеное количество ликвидности в экономику, Китай еще больше, Австралия вливает тоже много, Канада, другие страны вливают деньги в экономику, потому что, ну, господствующая теория говорит о том, что для того, чтобы справиться с кризисом, надо дать в экономику деньги. Китай послабляет условия получения кредитов для населения. Только покупайте, только берите, чтобы росла экономика. И что должно делать ОПЕК логически совершенно, да, страны-экспортеры нефти, они должны сократить экспорт для того, чтобы поддержать цены на нефть. И вот в этой точке Россия принимает вот такое стратегическое решение не сокращать цены на нефть. ОПЕК говорит, ну, если Россия не согласна, то с какого хрена, так сказать, Америка не собирается сокращать добычу нефти. В принципе, Россия не собирается, а мы, третий игрок, будем собираться, нифига, мы будем наращивать не экспорт, а добычу нефти, ну, и, соответственно, экспорт. К чему это приведет совершенно очевидно? Это приведет совершенно очевидно к падению цен на нефть. Вот они уже упали. Вот здесь вот, ну, ожидалось, что ниже 50, они не упадут, они пойдут вверх после того, как соглашение будет подписано. Все, все абсолютно ожидали, что Россия пококетничает немножечко и примет решение примкнуть на каких-то условиях. Ну, все было отвергнуто, цены обвалились сразу на 5 долларов. Саудовская Аравия сейчас заявляет, что, ну, раз так, то, значит, мы тоже будем наращивать. То есть у Саудовской Аравии для этого ресурсов, наверное, больше всех. А к чему это приведет? Ну, во-первых, понятно, что это приведет к падению цен на нефть. И понятно, что сланцевые компании в Америке, там действительно себестоимость очень высокая. Ну, для сравнения, говорят, что там в зависимости от месторождения, что в Саудовской Аравии примерно себестоимость добычи нефти 5 долларов за баррель. В России примерно 20, там, ну, может быть, 25, где-то между 20 и 25 долларами за баррель себестоимость добычи нефти. В Америке говорят, что себестоимость, сначала говорили, что 60 долларов за баррель, потом, вроде, так сказать, ну, там трудно посчитать, вроде как, типа, ну, до 30 долларов за баррель себестоимость нефти. Давайте еще вспомним следующее, что куда идут эти деньги, то, что выше себестоимости. Американцы, американские компании построили все свои вот эти вышки, ну, естественно, в кредиты. И они потом начинают производить нефть и расплачиваться с кредитами. Чем ниже цены на нефть, да, еще есть какие-то, ну, текущие затраты. Чем ниже цены на нефть, тем дольше они будут расплачиваться с кредитами, тем больше вероятность того, что они эти кредиты не вернут. Ну, вот, там еще одна проблема возникла сразу. Они нарастили бешено производство нефти, но куда ее девать? Она в пустыне. И они начали строить нефтепроводы. Кто у американцев основной покупатель нефти? Канада. Поэтому они, значит, из Техаса тянут нефтепровод в сторону Канады. И, так сказать, там какие-то хабы нефтяные, так сказать, там нефтяные компании в этот хаб сливают нефть, потом, значит, они там по этому нефтепроводу. Нефтепроводные компании тоже, как бы, начали строить нефтепровод. Они достаточно быстро его построили, тоже в кредит, естественно. И там тоже обязывающие такие договора заключенные или договоры о том, что либо качай, либо плати. То есть, это еще усугубляет немножечко ситуацию тоже. Все в кредит. В Саудовской Аравии нефть очень дешевая, по себестоимости вроде бы, но Саудовский король, вся нефть принадлежит Саудовскому королю, а Саудовский король заботится о своих подданных. И поэтому подданные должны жить хорошо. Он проявляет заботу у них вот так. И поэтому все Саудовцы получают свою долю от, в качестве милости, от короля, от нефти. И эта доля достаточно большая, там то ли 5000 долларов в месяц. Ну, то есть, короче говоря, ты родился Саудовцем, неважно, так сказать, младенцу, всем-всем-всем платятся достаточно большие деньги. И поэтому 5 долларов, конечно, это себестоимость, но если туда подключить вот эти вот деньги, милость короля, то, в общем, так сказать, уже становится тоже, королю становится накладно. То есть, казна начнет немножечко королевское терять. Но никто не знает, каких размеров это казна, потому что это самое закрытое государство, наверное, одно из самых закрытых. Поэтому надолго ли хватит? Надолго, скорее всего. Что в России? В России народ бесконечно терпелив и бесконечно любит Путина. Поэтому российский народ стерпит, то есть, Путин рассчитывает на то, что российский народ, ну, как-то стерпит, с одной стороны, вот это вот падение жизненного уровня, очередное, с одной стороны. А с другой стороны, мы видим сейчас, что затевается конституционная реформа внезапная. Сегодня 22 апреля будет голосование. До этого момента еще рейтинг будет высок. Наверняка совершенно Путин закрепит свое положение вместе со своим окружением. То есть, о чем там речь идет? О том, что Путин и его окружение будут навсегда, что это нужно для того, чтобы стабилизировать, и что Путин знает, куда вести страну. Вот, и к чему это приведет дальше? Я подозреваю, что это приведет к неочередным выборам в России, потому что, ну, пока рейтинг не грохнулся окончательно, надо провести выборы, чтобы закрепить все это дело. Увидим, произойдет это или нет, но голосование уже назначено на 22 апреля. И вот буквально вчера я прочитал, что спешно готовятся поправки в законодательство о голосовании о выборах федерального уровня. Вот Венедиктов написал о выборах федерального уровня в 2020 году. Он говорит, а в 2020 году не запланированы никакие выборы, значит, они будут внеочередные. Ну, а теперь о том, что же делать нам, простым смертным инвесторам. Ну, прежде всего, к чему приведет в краткосрочной перспективе все вот это. Все вот это, вся истерика с вирусом в Европу только приходит. И на пике это будет месяца через полтора-два, то есть в аккурат, когда будут вот эти самые выборы у нас конституционные. И в это время будет максимальное падение, судя по всему, по всем индексам. И действующее соглашение ОПЕК действует до конца марта. В начале апреля начнут наращивать, но, опять же, это будет только продолжение тренда на падение. Надолго ли это падение, ну, не знаю. Я думаю, что до середины лета все будет падать. Вот так. И у меня спрашивают, какие акции покупать. Ну, что делать простым смертным? Какие акции покупать, какие не покупать? Надо ли их вообще покупать? Куда вкладывать деньги? Ну, смотрите, совершенно очевидно, если нефть падает, значит падает и рубль, значит растет доллар. То, наверное, ну, многие считают, что надо вкладывать в доллар. И в краткосрочной перспективе это, скорее всего, действительно так. Во всем мире. Да, американцы понижают ставку. Трамп говорит, что надо понижать еще больше. И у них там уже не так много осталось понижений. Каждое понижение ставки ведет к удешевлению доллара. Поэтому смотрите внимательно. Будет ли так расти доллар к рублю или нет? Ну, вопрос вот так вот, понимаете? То есть, что будет после снижения очередной ставки, когда дальше нельзя будет снижать? Начнут печатать доллары. К чему это приведет? К инфляции в Америке. К чему это приведет? Ну, весь мир начинает искать. Защитные активы – это золото. Цены на золото начинают расти. Они уже начали и продолжат расти. Так, может быть, надо вкладывать не в доллары, а в золото. Либо, если вы вкладываете в акции, то в акции золото добывающих компаний. И золото добывающие компании, надо сказать, не падают отнюдь. Они растут. В России это полюс золота и полиметалл. Полиметалл – это серебро. Вот оно. Серебро больше голда. Полюс – это золото. Есть еще компания сейчас Петропавловск. Там, я не помню, то ли алмазы, то ли золото. Вот акции, каких компаний надо покупать. Кто-то говорит, что надо покупать золото в слитках. Ну, я противник этого, потому что там есть проблемы с хранением. Золото в слитках не приносит дивидендной доходности. То есть, я считаю, что надо покупать либо акции, либо какие-то продукты на золото. Вот у меня был, например, ETF на золото. Он недавно закончился. Но золото только-только начало расти, и он закончился. Поэтому там доходность была очень небольшая. Сейчас самое то – покупать какие-то активы на золото. Это, ну, этот ETF назывался там, ну, ETF SPDR Gold. Если вы найдете, то, в общем сказать, почему бы не купить этот продукт? Он продается в долларах. То есть, доллар растет к рублю, но пай этого фонда растет к долларам. То есть, двойная выгода. Почему бы не купить? Что делаю лично я? Но на рынке, вы знаете, ценных бумаг можно и на фондовом рынке. Можно зарабатывать как на росте, так и на падении. И, значит, на росте – это просто покупаешь акции, курс акций растет, мы зарабатываем. И, кроме того, акции приносят дивиденды, которые дивиденды, в общем сказать, тоже с ростом акций увеличиваются. Поэтому вот это вот базовая основа. И если посмотреть на длинной перспективе, вот индекс S&P 500. Давайте посмотрим на длинной перспективе. Ну, вот график месячный на несколько лет. С 1988 года, посмотрите, ну, индекс S&P 500 вырос. Ну, то есть, он был на минимуме где-то вот 800 долларов. 800 долларов. И сейчас он, ну, фактически 3000. Но согласитесь, что индекс S&P 500 – это круче, чем… Ну, пока это было круче, чем золото. Потому что, вот, давайте посмотрим, как за это время выросло золото. Ну, тоже неплохо, но был очень длинный период падения. Сейчас она растет. И есть, в общем сказать, все перспективы того, что за 1800 скоро перескочит, и там за 2000 не за горами и так далее. Золотишко. Вот. Ну, что еще? Ну, лично я, например, строю опционные стратегии на падении. То есть, на падении рынка тоже можно заработать большие деньги. И на самом деле, самые большие деньги можно как заработать на падении рынков? Именно на срочном рынке. А на срочном рынке самые большие деньги можно заработать на опционах. И вот опционные стратегии, именно я их и строю. Ну, что я могу сказать о результатах? Результаты есть. Я поставил, в общем сказать, я не думал, что нефть опустится ниже 50. И нефть опустилась ниже 50 на нефти. Мне, честно говоря, не удалось заработать. Но опционные стратегии позволяют ограничить убытки. Поэтому я, в общем-то сказать, если и потерял, то очень-очень немного. Но вот давайте посмотрим, что произошло с моими доходами за последний месяц. Посмотрите. Все упало. А доходы мои... То есть я не продавал акции. Они упали. Я их не продавал. Я поставил на падение нефти. Ну, в общем сказать, ну, не на падение, а на то, что нефть не опустится ниже 50. Она опустилась. Там я тоже немножечко потерял. Но в сумме 100 тысяч рублей. Почему? Потому что вот уж точно чего я не ожидал, это роста индекса РТС. И он меня не подвел. И, соответственно, по индексу РТС за прошедший месяц я заработал больше 100 тысяч рублей. Я там об этом снимал видео, что моя опционная стратегия принесла 30% от инвестиций. Ну, соответственно, эти 30% компенсировали падение на других областях. Сейчас опционные мои стратегии, в общем сказать, продолжаются. Вот я попытаюсь вам показать свои позиции по индексу РТС. Вот здесь позиции. Ну, если кто понимает, уже в опционах. Сейчас я веду курс, кстати, по опционам для всех желающих. Там разобраться очень-очень тяжело, поэтому курс дорогой, он не для всех. Сейчас я на него повысил уже цену, сильно очень. Кто не успел, тот опоздал. Кто-то говорит, что опционы это неинтересно и скучно. Ну, пожалуйста, ради бога. Ну, посмотрите на результаты. Вот они мои позиции. Значит, у меня продано 51 опцион со 135 страйком. Эта позиция, ну, в данный момент плюс 198 тысяч рублей. Я буду ее, судя по всему, закрывать сейчас в ближайшее время, потому что она начинает генерировать убытки. Вот купленные 70 опционов уже со 140 страйком. Со следующим они уже генерируют убытки. 140 тысяч убытков по этой позиции. 50 купленных колов, опционов кол со 145 страйком минус 49 тысяч. Я их оставлю, судя по всему, потому что это страховка. Вот это страховка. Купленные опционы кол – это страховка. Я ее даже увеличил. Вот. Теперь опционы пут. Только что недавно я купил 15 опционов пут. Пока они еще в убытке. Это вот только что со страйком 120 тысяч. Продано у меня 4 опциона пут со страйком 125. Но сейчас текущий индекс РТС где-то 125-500, что ли, на закрытии. То есть я ожидаю, что он будет падать. То есть если он упадет, то вот эта вот позиция вся целиком, премия останется за мной. Вот эта позиция начнет увеличиваться. Вот здесь проданные – это моя боль на самом деле. Проданные опционы пут, которые начинают мне генерировать достаточно большие убытки. Я буду пытаться, пытаться, как смогу ее уменьшать, то есть выкупать эти опционы. Это будет крайне тяжело. Я фиксирую убытки. Убытки уже составили минус 235 тысяч рублей. Это большие убытки. И когда-то, когда я начинал эту стратегию, я поставил страховочку на 145 тысяч по индексу. Была страховочка о том, что если индекс начнет падать ниже, чем 145 тысяч, то эта страховочка должна меня спасти. Но вы видите, что эта страховочка меня спасает в данный момент. Сейчас эта страховочка уже выросла на 773% всего за месяц. Сейчас общий плюс. Здесь по данной позиции 910 тысяч. Мне страшно смотреть на такие цифры. Я их сто лет не видел. Ну и в сумме понимаете, что я сейчас в очень хорошем плюсе. Данная стратегия срок экспирации будет 19 числа. Если вы считаете, что опционы это скучно, ну, считайте дальше. Но давайте посмотрим, что будет 19 числа. Сколько денег мне принесет это или убытков эта стратегия. Но я думаю, что вы поменяете свое мнение. То есть я повторяю, что вот это вот. Если вы сложите все эти цифры, то вы получите на настоящий момент плюс 500 тысяч рублей. Сколько всего вложено. Ну, там, в районе 200 тысяч. Вот. Поэтому думайте. Скучно, значит, скучно. Пожалуйста. Продавайте акции, покупайте доллары. Кто поумнее, покупайте акции золото от бывающих компаний, либо фонд, рассчитанный на золото. Ну, а я вам советую лично купить курс по опционам и быстрее вникать, потому что на падении можно очень здорово заработать. Я ожидаю, что падение будет до середины лета. Да, еще один момент. Есть еще для... Вообще, если вы ничего не хотите делать, есть еще один момент. Это ноты, структурные продукты, про которые я уже рассказывал. Смотрите, сейчас очень хороший момент для того, чтобы их покупать. Потому что акции уже опустились на 15%. И если сейчас некуда вкладывать, пожалуйста, есть возможность очень хорошая вложить там от 250 тысяч до 300 тысяч в ноту. И нота позволяет получать примерно 20, там, ну, там разную доходность. То есть есть ноты, которые позволяют там 5-6% получать доходности в долларах. А доллар растет, вы понимаете, да? То есть дополнительная доходность. Есть ноты, которые позволяют получать до 20% доходности в рублях, что тоже очень неплохо. Это сохранит ваше сбережение. И ноты позволяют получать такую доходность гарантированно, например, некоторые, некоторые... с некоторым риском, ну, там, значит, выше доходность, соответственно, получается. Эти ноты позволяют получать доходность при падении активов. Ну, скажем, там, какие-то на 15% падения активов, какие-то на 30% активов. И эти ноты можно даже сконструировать под вас. Это делает, скажем, компания БКС. Про это я буду рассказывать буквально в следующих видео. Про ноты, которые дает открытие, я уже рассказывал. Посмотрите на мои предыдущие видео, которые были недавно. То есть там, пожалуйста, 15% падение, вы в прибыли. Все равно 30% падение, например, вы в прибыли. Последняя нота, о которой я рассказывал, правда, для квалифицированных инвесторов гарантированный доход в районе 6%, 6-6,5% годовых в долларах только-только будет запускаться, но там минимальный порог входа 10 тысяч долларов и для квалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных инвесторов, пожалуйста, вот там вы увидите даже ссылочку на компанию БКС. и если вы внесете свои данные там или на почту мне что-то скинуть, запрос на сайте demetkov.ur.com, я вам скину телефончик человека в БКС, который как раз этим занимается и который, он мне сказал, что он готов индивидуально даже работать с людьми, которые захотят ноты сконструировать, посоветовать, какие ноты приобрести. Компания БКС – крупнейший брокер в России. Я вам… ну… тарифы у них повыше, чем у открытия и у Сбербанка, тем более на брокерское обслуживание. Комиссии там… комиссии практически такие же на самом деле на фондовом рынке, то есть они рассчитаны на богатых клиентов, которые собираются инвестировать, которые собираются покупать акции. Для спекулянтов там, в общем-то сказать, возможности не очень хорошие, так сказать, там комиссии повыше для спекулянтов. Для инвесторов у компании БКС очень даже хорошие условия, а вот по нотам больше всего продуктов из всех брокеров предлагает именно компания БКС. Информация, обращайтесь, пожалуйста, ко мне, я скину буквально телефон человека. Пока еще он доступен, потому что я подозреваю, что количество желающих будет большое и не сможет он уже отвечать на такое. вот, ну, будет как-то перераспределять. Ну, опыт показывает, что, в общем-то сказать, такие люди достаточно быстро становятся недоступными, потому что, ну, вал предложений, они просто не справляются. Вот, поэтому обращайтесь, смотрите. Еще раз, demetkov.ur.com, вы можете купить там курс по опционам, а можете просто обратную связь и попросить телефончик человека из БКС. Либо нажать на ссылочку и там зарегистрировать брокерский счет в БКС, и уже потом я буду рассказывать о том, какие ноты существуют. А на сегодня все. Напишите, что вы думаете по всему этому поводу. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. До встречи.